В мае текущего года был запущен волонтерский проект «Дорогами заботы». Он был создан по инициативе общества с ограниченной ответственностью «Лесная здравница» при активном содействии Казанского федерального университета. Основная цель – организация культурной программы маломобильным людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья посещать музейные комплексы Республики Татарстан. Для участников акции была организована благотворительная поездка по территории Казанского Кремля для знакомства с историческими и архитектурными памятниками комплекса. Учащийся кадетский школ Татарстана и ветераны вооруженных сил Российской Федерации по стиле музеи совершили экскурсионную поездку на гольф-карах по территории Кремля. А здесь мы посмотрели картины древнейших художников. Это интересно, это же культура, мы должны развиваться и культурно тоже. Поэтому это интересный проект, я считаю. Машины, особенно для меня, для инвалидов, это очень хорошо, для тех взрослых людей, у которых больные ноги, плохо передвигаются, это очень хороший вариант приобретения вот таких машин. Студенты Казанского университета приняли активное участие в волонтерском проекте. Дорогами заботы. За месяц работы волонтеры провели специальные экскурсии в Великом Болгаре и Казанском Кремле. Участие в данной акции позволяет в каком-то смысле реализовать собственные, так сказать, обязанности. Мы должны в какой-то степени заботиться о окружающем сообществе и, следовательно, отвечать на запросы, которые от него поступают. С другой стороны, это хорошая возможность уже в достаточно юном возрасте иметь хороший заработок, работая по специальности. Отметим, что со времени своего старта проект уже получил развитие, открыв также дополнительное направление, посвященное историческому развитию, знакомству с культурным наследием Республики Татарстан и патриотическому воспитанию молодого поколения. Эта часть проекта реализуется в рамках акции «Верность традициям», целевой аудиторией которой стали учащиеся кадетские школы и суворовских училищ, юно-армейцы, патриотические клубы. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Универньюс.